Пич Клаб Аризона принимал сегодня Мисс Евро 2016 статус конкурса телепроект. Мисс Евро это телепроект наш, это наш такой первый пробный пилотный, но получается он очень даже неплохо по отзывам, по скажем так шумихе, которая происходит, вы можете ее наблюдать сейчас. Даже в данный момент будет финал сниматься, мы будем отснятый материал монтировать и выпускать все в эфир. То есть скоро уже каждый зритель нашего города увидит этот проект на экранах у себя. Типика этого проекта то, что конкурс является телевизионным проектом. Я думаю, что в Харькове, в принципе в Украине достаточно мало таких проектов проходит. На протяжении месяца были съемки в лучших локациях города, это был и стадион «Металисты», и самый известный сэндвич-бар «Фрэшлайн». Девушки учились играть в футбол, в американский футбол, готовить суши, готовить сэндвичи, ездить на машине, ловить рыбу. В общем, очень-очень много было всего интересного. И мы говорим, что в Харькове это, пожалуй, уникальный проект. Вот он, вожделенный волшебный мешочек с надписью «Style Avenue». Здесь ювелирные украшения, которые будут на показе в завершительном выходе. Мы дарим, как и гостям этого мероприятия, подарки небольшие от нас, это сертификаты. Также девочка, три главных будет приза, и один будет номинация «Style Avenue», а также всем остальным участницам. Наше шоу отличается тематикой, так как это, в принципе, тематика футбола затрагивается, но очень редко. Тем более такое событие сейчас Евро-2016, как мы знаем. Отличие нашего шоу, наверное, самое главное – это открытость. Отбор, кастинг, каждый из туров. Зритель сможет наблюдать и это посмотреть. Победительница выберется прямо здесь. Здесь ничего скрытого от глаз зрителей. Мы знаем о том, что красивые девушки неразрывно – это тема от красивых автомобилей, новых, современных моделей. Всегда. Может быть, вы посмотрите здесь каких-то моделей для своих рекламных компаний? Возможно. Хорошая идея, кстати. Даже не посещала мою голову. И вы правы на 100%. Потому что очень скоро мы ждем презентацию обновленной Toyota Corolla. И, безусловно, нам нужны будут очень красивые девушки на эту презентацию. Понимаешь, все время бабы и бабы. Когда уже для красивых мальчиков будут конкурсы? Скажим. Да я вообще далек от конкурсов мальчиков. А бабы и бабы, мне кажется, это лучше, чем мальчики. И мальчики. И ты туда же, да? И я туда же. А че бы и нет. Мне вот эти вот лесбияны, лесбияны, понимаешь? Да я же сам же такой. В том-то и дело. Специфика этого мероприятия для тебя в чем? Посмотреть на красивых девочек и выбрать лучшую. Ну, я в составе жюри так сложилось. А вот это что значит? Это Ментово, это мой фестиваль. Сегодня финал у нас, финал, на котором определяется победительница, вице-мисс первая и вторая вице-мисс. Мисс Евро-2016. Наши девушки представляют 14 стран. Девушки сегодня как истинные болельщицы, которые научились за месяц разбираться в футболе. Они знают, кто такой Роналду, кто такой Зидан, что такое финты, что такое мяч, они видели. Да, я думаю, Украина может сегодня выиграть. Хоть где-то Украина выиграет. Послушай, это вершина женского счастья, когда на сцене на тебя смотрят тысячи человек. Да, согласна. Я смотрю просто все девчонки в экстазе, в каком-то вот флоре такого шлашного. Да, ты выходишь, чувствуешь себя королевой, все на тебя смотрят, камеры, вспышки. Да, действительно, очень классно. У тебя есть фаворитка? Нет. Потому что мне посчастливилось провести не один съемочный день с этими девчонками. Я был приятно поражен, что в каждом задании, каждый день и каждый новый этап, каждая новая девушка по-разному удивляла, и все время фаворитка менялась, и взгляды тоже менялись. Поэтому сегодняшний финальный отрезок этого испытания чрезвычайно важный для всех, потому что мы не можем на данный момент определить, кто же является лучшей. Мы сегодня просто приехали в гости, просто приехали посмотреть на девочек, на то, какую работу мы проделали. Мы всегда обсуждаем с организаторами концепцию, для нас всегда важно, чтобы был целостный образ, поэтому, безусловно, в этот раз был не исключением. Ты же наверняка слышал не раз в своей жизни, наверное, такие слова, что «как ты, человек с твоими данными, с твоими возможностями, почему ты до сих пор не в Киеве» или что-нибудь подобное. Олег у нас стал телепатом, читает мысли. Друзья, любимые харьковщане, обожаю наш город. Я хотел бы еще больше развиваться, и вот в финальном этапе я себя хотел бы увидеть в роли телеведущего не только регионального телевидения, но и центрального, поэтому Киев как приоритет и план на будущее рассматривается. Я, конечно, хотел бы выразить, наверное, большое благодарность для начала Аризоне, за то, что они наши самые главные партнеры. Мы и в дальнейшем будем с ними сотрудничать. Также выразить благодарность всем нашим партнерам, это и Style Avenue, это и клуб Safari, Toyota, это наши просто генеральные партнеры, очень хороши наши друзья, и большое спасибо зрителям сегодня, которые приходят сюда, я думаю, они получат массу удовольствия. Субтитры сделал DimaTorzok